Вот это мы поймали вот сейчас момент истины. ну ну и вот так вот так меня клаус учил делать ну вот это вот зрелище конечно я прям уважаю клаусу друзья понравилось шалить ну кто бы сомневался заход на облако и чего они полу бочкой облачный лабиринт вечер перестает быть домным этот ролик и постараюсь собрать как можно быстрее и я вам советую всем приготовить вопросы которые я смогу в полете задавать клаусу и следующих роликов он будет на них отвечать так что пишите в комментариях что спросить что спросить что показать друзья мы сегодня мы сегодня летим мы уже даже опаздываем потому что я пытался починить опять камеру gopro 11 будет она не ладно пошел наш моторчик можете его в зеркальце наблюдать можете так ну что ж сейчас будет запуск мотора вот стартер новый крутит и стартер аккумулятор салаба ти дельт фокс шилет эко отель киевек деколаж пистидо здесь получше стало как только и моторчик пошел убираться отключил контроль двигателя плечом зажигания все набираем высоту потихонечку где-то над нами находится волна вентиляция на пепестрили как сделано ведь как такой сосочек он поворачивается в разные стороны я учусь от себя повернул чтобы воздух выдувала вот такой струей и смешивала в колпаке а то видите уже потеяние появляется первое тащит нас вверх со скоростью где-то порядка двух метров секунду чистой воды динамик но сейчас он будет перерастать переключаться на волну сейчас еще какую-то высоту мы возьмем за счет того что здесь динамика так на самом деле вот четко видно волновую структуру ну она здесь всегда есть это место прикормленными меня тут учили летать я даже уже все знаю клаус то вообще монстр специалисты друзья на несколько не сказано мне повезло то есть потренироваться поучиться у одного из лучших пилотов мира это дорогого стоит и заодно еще пепестрель наш прославится этим но почти почти друзья мы уже достаточно много времени провели попытки взять волну клаус тут обнюхал все и там искал и там искал и вообще ну вот смотрите как он старается он там аж язык высовывает вот это старание как ученик в школе но пока видите мы на границе вот этих облаков практически вот уже почти в этой волне мы погромили вниз не снижаемся но пока говорится лезем в ротор вот роторное облако сейчас мы попробуем может быть какой-нибудь тут ротор чпукнем клаус король ротора трясет трясти трясет кто любит вон приборы смотреть вот вам приборы шатает только меня легкий плюсик и сейчас главное в этой штучке подвиснуть об смотрите-ка мастер супермен ну я щас единственно каркал нормально нормально как там будет шайзер будет вайф под двери пор нигде и так что поменялось мы не смогли взять волну на оставшиеся сзади горе сан-жене и мы планируем пробиться вперед чуть-чуть порыскаться в роторах шинкла узнает еще какие-то хитрые места аэродром наш остался сбоку гора рамбар там же мы идем вперед надежде где-нибудь найти какой-нибудь ротарочек пусть нам повезет найти волну в другом месте где-то вот на этой линии вполне могут быть возможности выбраться будем пробовать переногу мы теряем высоту этот гора уль учиться как раз весь наш заповедник увидите здесь я обычно не искал волну то есть для меня вот это мест местечко интересное потому что как правило я по-другому немножко летал как раз тот самый момент ради чего все затевалось ну понятно что ради рекордов но мне еще очень нравится то что я могу чему-то новому научиться по идее у этой горы работает северо-западный склон не факт что мы на нее пойдем на достаточной высоте чтобы выпалить сейчас начинаются самые интересные моменты связанные с тем что у нас не хватать высоты пистельчик легкий может сесть на маленькую полянку если что но это полнуюсь я но есть понятно что у нас моторчик москвон должен работать приличную бонет западный у нас город рейн сосредоточен о за пик дебюром красивый ротов он такой рот ротов который говорит о том что но волна там точно есть практически вершину уже выбрали да для меня это наука я такую погоду обычно не долетывал до уля немножко я его побаивался смотрите как прекрасно можно с ним работать заметьте облако роторное которое было исчезло но то что его хотя бы разочек выплюнуло говорит о многом здесь эти на улице часто тоже бывает волна можно чуть-чуть перед улем сходить на город вейн сразу раз волна на вершине колдун вот на эту полянку видите старт парапланер на нее приземлялся мой друг сашин вертолете я хотел я с ним слетать любил сюда летать закат посмотреть но увы он уже улетел навсегда от нас нет с полетом не связано сердце просто жалко прижалка выше вершины но все равно с горы ульмы смылись и перелезем в ротор от горы а поттер здесь должно сейчас должно быть весело потому что не знаю вам передаст камера как швырится крыло и песни трясет но в принципе натяну кае в камеру на голову вот оказывается как можно так я не делал авариометр на плюсики и вот здесь конечно можно попытаться что-то будет взять саму волну дает вот этот склон здесь я бы не рассчитывал на особо динамик но какой-то терп динамик с роторной составляющей что-то такой-то микс как вы видите друзья стрелки шевелятся все у нас идет хорошо клаус перешел к круговому набору в роторе каком-то и видите мы кружим можно сказать туда-сюда-сюда-туда но кружили по крайней мере такой наседлал какой-то красивый пузырь который нас вот он пузырь какой-то хорошо все пищит ох друзья ох и мучает меня клаус посмотрите какой крен какая перегрузка как он яростно борется за высоту мы уже опять почти но сегодня полет как вы понимаете на почти все уже почти уже чуть-чуть осталось ну вот сейчас я думаю ну вот наконец-то сейчас мы в эту волну который мы уже не знаю второй час пытаемся в нее выбраться выберемся но для меня наука вот это терпение и работа слаженная аккуратную это конечно дорогого стоит сейчас вот он как заваливает агеги гей хулиган похоже план под эти облака мне кажется в ту линию проскочить мы выбрали сейчас на высоту 2000 метров и наборчик в том месте где мы были закончился проверяет источник волны эти склоны где-то здесь возможно удастся где-нибудь выкарабкаться если нет один из альтернативных интереснейших вариантов это прыгнуть в ротор уже от пик бюро но дабы хотелось бы повыше прийти 2000 метров для такого эксперимента рискованно по крайней мере я на такой высоте на такое никогда не отваживался у меня с опытным пилотом наслаждаюсь реально друзья наслаждаюсь тем что я могу спокойно сидеть сидеть трындеть радоваться жизни и наблюдать за работой мастера представляете снег аку про 10 перегрелась интересненько она начала штырить могу в гагу в гугу в виде но с планера планету вперед не летим никак Вроде как плюсик пошел. И сейчас шанс есть. У нас вот на этой линии направо тоже должно что-то быть. То есть не точечно, должно быть и линейно. Класс как раз направо поворачивает. Эх! Сейчас опасность отлетает. Внизу страшные горы. Ой-ой-ой. Что же будет? Теперь мы сливаемся в сторону роторов. Вот это вот место будем пробовать. Вот это, скорее всего. Идем низко. Пик-дебюр рядом. Даже мне немножко страшно. Так низко на пик-дебюре я тут. Не, был, но не в такую погоду. Надо понимать, что сейчас тут просто страшно. Оттуда дует ветер. Здесь страшные жуткие ротора. Высоко-высоко горы. Облачко вот это очень красиво смотрится. Тут даже классический такой косматик роторный. Вопрос какой высоты к нему можно взять восходящий поток. Что клоун как мог. Терпел, терпел. Набирал, набирал до этого. Ну, сейчас с неким запасом высоты идет мужественно вперед. Вот реально мужественно, потому что я боюсь. Я бы сюда так не сунулся. Вот когда вы в роликах говорите, что я тут маньяк. Видите? Понимаете, да, кто он настоящий? Ай. Ну, мне самое главное, что мне спокойно. То есть, что в этом полете мне нравится, что хоть мы летим куда-то в задницу, но вот это такая вот спокойная задница, потому что не я лечу. Зацепили что-то. Совершенно непонятно что. Но здесь уже может быть некий микс между ротором, термиком. Все-таки елки прилично греются. А воздушная масса фронт утром прошел. Воздушная масса достаточно нестабильная. Елки же, видите, чистенькие от снега. Снег под ним есть. Ух ты ж, елка. Ух ты ж, елка. Ух ты ж, елка. Ух ты ж, елка. Вот это мы поймали. Минус пять. Как топором по башке дало. Что мы будем делать? Видите? Отступаем. Уй, елка. Ремешочек надо подтянуть. Тут до пи-пи-пи, до какое-нибудь приключение. Мягко говоря, один шаг. О! Небольшая такая развалина. Расскажу вам историю. Как-то мы на Склаус взяли с собой полетать. И залетели мы вот туда. Далеко-далеко. В эти горы. Там застряли. Не смогли набрать высоту. Возвращаемся. До аэродрома не дотягиваем. Уже точно. Он говорит, ну давайте вот, если что, поля под нами. Вот где-то здесь. Внизу на полях посадка была. Сейчас циркуляцию станем. Покажу. Ветер был южный. И на горочке вот, вот это вот с замком, с развалинами. Мы встали и в доликах висели. А вы, чтобы понимали, я летел тогда на чужом планере. Стоимость там 150 тысяч евро. Ой! Он не терпелся я. Будь здоров. На этой горке Остроноса. И на ней еще стень лежит. Вот она. Вот на ней мы отсиживались долго. Вот внизу поляна, в которой я был готов, если что, приземлиться. Я, собственно, могу сказать, что на стеклянном планере я ни разу в жизни на площадку и не приземлялся. Не довелось. Не такое дело это сложное. Все-таки планер двухместный, тяжелый. У него и пробег больше, и размах больше. И это вам не на каком-нибудь одноместничке маленьком плюхнуться куда-нибудь. Мы, когда с Лешей все-таки выбрались и выкрутили, Клаус полетел дальше, а мы с Лешей сказали, а мы домой. Он говорит, как домой? Только самое интересное начинается. А Леша говорит, нет, я не хочу больше, я хочу домой. Вот. Ну и что? Дальше мы приземлились, пришли домой, сели с ним на лавочку и как вот волк на погоде с зайцем. А это помнишь? Дааа. А это? Дааа. Ну и вот так вот. А это помнишь? Дааа. Так что вот такие приключения были. Очередная попытка, друзья. Клаус сказал, что сейчас мы возьмем волну точно. Что-то он увидел. Вот это место, где мы были, самое по сути удачное, где нам больше всего удалось высоты набрать. Вот. Я думаю, что Клаус обшарит все вокруг, делает ставку все-таки на это местечко и дальше начинает работать. Видите, друзья, вы думали, что полеты это так. Все время весело, ге-ге и так далее. Нет, это пахота. Реальная пахота. Можно сказать, не покладая ручки, пахота. Подъем есть. Сильный. Но неужели мы... Ай-яй-яй-яй-яй! Скорость. Все трясет, мелькает, стучит, зубы лязгают. шанс есть уже почти-почти-почти-почти вот если бы сейчас ламинар как все копца может быть а может нет сейчас надо разведывательную спиральку сделать если нас занимает на ней не сбросит из этого счастья то все будет хорошо а если сбросит там сэ лави вот это вот 50 метров надо где-то прошибить и дальше надо над этим всем будет стабильные ламинарная красивейшая волна главное что подъем не заканчивается 08 на интегрированном бриометре было 08 стала минус 01 ну терпение и труд наш девиз нашего сегодняшнего дня вау как было хорошо пик 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 и вот такой вот раз пик пик сплюнуло нас искать прямо и беспощадно опять меняем дислокацию опять идем к пик дебюро открываю здесь очень мощную турбулентность очень где турбулентность там энергия вот это облако очень красиво он плевает она виде потом дальше один ленты фигачит должна перед ним быть волна фокус еще в том что ветер постепенно усиливается все так ярче насыщеннее становится поэтому мы по сути повторяем наш полет что сделали мы здесь уже проходили но не получилось надежда повторить место где раздают черти к теперь над видите какое жирное облако это вселяет надежду клаус сказал что то что сейчас творится это микс между терминками и ротором тоже вам это уже говорил как старые добрые времена опять этот развалины опять набор только мы теперь на пепестрели мы летим с каусом а лёша можем только привет передавать лёха смотри смотри куда вы забрались пошли от схода через долинку подходим горя уль потихонечку отступаем вода юг в этом движении можно заметить насколько я плохо помыл фонарь какой позор у меня бывает рядышком чего нет я так понимаю что мы хотим на сэн-жини снова сместиться подходим к сэн-жини на сэн-жини ожидаемо все хорошо есть по точек сейчас будем выбираться повыше и видно что вот эта вот система работает там возможны волны может быть что то вот там будет она сэн-жини как-то не очень нету феновой щели щели нету ну может я ошибаюсь в любом случае мы должны сейчас немножко набрать высоты если мы хотим прыгнуть в сторону шапра то должны здесь выбраться чуть-чуть окей друзья шарик удали полетать закрыл их на 5 помчались этот планка лучше всего летит на 150 км в час говорят что на этой скорости пепестрелить лучше и наша задача текущая долететь до шабра на 150 мм м хорошо я видел, что я проявил мою венту что тяжело, когда ты прыгаешь мягко, то нет это не важно это очень плохая и низкая скорость но если на 150 мм с двух лет назад и мою венту нет проблем друзья в передней кабине летать намного приятнее Вид на приближающийся склон. Друзья, параплан! Друзья, парапланчик, представляете? Ну, это какой-то маленькой площади парапланчик на машину. Если воздух не сильный, то, наверное, реклама не работает. Не работает? Окей. Я верю в эту реклама. Все хорошо. Прям такой хороший наборчик идет. Я прям в полной восторге. Самое главное, что подъем стабильный. Порядка двух метров в секунду. Мы явно приближаемся к кромке облака. Вот стоило столько мучиться там, чтобы надо было сразу до шабра лететь. Ну, сейчас главное, друзья, терпение. Потому что, в принципе, на час начнет. Вытягивать. Можно, конечно, потерпеть еще. Можно чуть-чуть вперед рвануть. На фронт этой системы. Я люблю это. Да. Я люблю это. Я люблю это. Вот сейчас момент истины. По идее, должны взять волну. Вот она. Ну. Ну. Эхееей. Оооо... Оооо... Мевидно. Мед Furious. О, нет, нет, нет. О, нет, нет, остань, остань, остань. Ты мне это показал. Эй, Клаус. Ха-ха-ха. 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 Друзья, это свершилось. Так и взяли сегодня волну. Это было безумно непросто. Потратили на это кучу подходов. Зато было интересно. И взяли мы ее на любимом шабре. Почему так получилось? Ну, потому что достаточно сложная погода. У ветра сильный западный компонент. И во многом это способствовало, что в нашей долине именно выбраться волну было невозможно. Но я могу гордиться тем, что выбрался я. Ха-ха-ха. 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 Ну, эти места знакомые. То есть, во многом логика Клауса и моя она совпадает. Это радостно. Но я очень много узнал и узнал сегодня по малым высотам. Ну, теперь Клаус будет хулигатить. Галу делать. Во. 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 Там за облаками. Там. 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 Облака пушистики. Курс до долины уроны. Настоящее счастье. Уууууууууууу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хее. Кто мы будет снимать? Угу. Окей, дам. Клаусу, друзья, понравилось шалить. Но, кто бы сомневался. Сейчас он будет опять делать заход на облако. Петлей, либо бочкой. Не знаю. И вот сейчас слева зажжется, вот оно, Као, Глория, что-то в этом роде. Сейчас оно будет бросаться на нас. Сейчас скатит по облаку, главное хорошенько прицелиться. Как это выглядит? Оп! Ау! Эвейзинг! Ну, вот это вот зрелище, конечно, я прям обожаю. Ангелин. Ну что ж, друзья, мы покидаем гостеприимные облака, машем рукой своему отражению, и наш план – двинуться в сторону Пик-де-Бюро, попробовать там чего-нибудь поискать веселого. В общем, первая фаза завершена, мы выскочили в волну, и сейчас, потихонечку, стараясь оставаться выше облачности, будем двигаться в сторону, на север в данном случае. Клаус, are you happy? Yes! Yes! Me too! Ну что ж, друзья, в таком виде у меня, наверное, еще ни разу не видели в шапке, на высоте реально холодно встало, больше трех тысяч метров, мы с кислородом, вот наш аппарат кислородный, весело мигает лампочками, выдает нам кислорода баллон у вас, у нас на задней части закрепленные, притянут утяжками к лонжеру, но на самом деле надо будет сделать получше конструкцию, но пока хотя бы такая. потихонечку поднимаемся все выше и выше, и посмотрим, чем это закончится. пока мне все нравится. В любом случае, первый полет волновой на Пепестеле он уже вселяет в нас с Клаусом оптимизм. Отличный планер. Момент истины. Нам нужно прошибать вот эту облачность впереди, проходить над ней или обходить. Я так понимаю, Клаус рассчитывает пройти. Я тоже. На всякий случай я врубил авиагоризонт. Скорость у нас, запас большой, 200 км в час. По идее, мы должны перепрыгивать эту облачность. Опять Галла нас сопровождает, и сейчас она может вырезаться. Раскочили, но впереди непонятно что. Облачный лабиринт. Вечер перестает быть домным. На полном серьезе перестает. Смотри-ка. Видите, как он красивенько в этом лабиринте. Как рыба в воде. Вау. Рыба рыбой, но в облако не полез. Молодец. Ну, назад путь тоже через облако. Интересненько. Ух. Я думаю, что он просто потихонечку высоту устраивает, так, чтобы под облаком проскочить. Ограничение от Ауруса 220 км в час. Ну, мне тоже наука, мне интересно, что сейчас происходит. Сейчас мы повернем направо и выскочим на фронт. Волны следующие уже. В идеале, конечно, мы должны были туда попасть высоко. Но, как видите, высоко не получилось. Итак, друзья, мы плавно подходим к замечательному облаку, которое не работает. Пробились мы оттуда, со стороны Шабра. Попытались искать волну, не нашли. Ну, и сейчас еще шанс вот здесь что-то попытаться нарыть. Ну, Клаус явно расстроен, он рассчитывал на волну. Это обидно, когда у тебя все было хорошо, а потом приходится с волны свалиться и потом лезть вот под такую странную тучу. У нас еще очень сильно трясет турбулентностью. Крылья у пестреля короткие, жесткие. Абсолютно четко все передают на фюзеляж. То есть, долбит, конечно, не по-детски. На Принцессе там, например, крыло тонкое, изгибается, демпфирует немножко. Здесь такого нету. Мы опять разгоняемся. На Сен-Жене не удалось нам взять ничего. Поэтому мы двигаемся вперед в сторону аэродрома. 15 минут пятого. Время-то еще раннее. Хотя для поздней, точнее ранней весны январской. Сегодня у нас 13 января вообще-то. Как это называется? Старый Новый Год. Во! А три года назад я свой Старый Новый Год отмечал в Африке. В неделе вот так. И пили игристое. Ну, кто пил? Пил ученик. Я-то че, мне нельзя. Да. Я ему бутылку подавал. Ну и так уже низенько. 1300 метров. А вообще, на посадку мы обычно с 1100 заходим. Ну ладно, с 1000. Ну, я думаю, мы идем в Африке. А, окей. Это, друзья, как мысли сходятся. Это немного странно, вы знаете. И я думаю, что мы тестировали все. И тестировали глайдер. Тестировали камеры. Да, это перефектно. Да? И у нас был вверх. Да? Да. Так. Если сейчас запрыгал его, завтying по ванкzuе? Ахахахаха. Это перефектно. Я Holland. Не понимаю, что здесь есть. Как здесь? Ничего не нужно. Я wichtig здесь. Подрезаем на дурь каэродрому. Видите, как на солнце заходящем плохо видно панель планера. Не очень сильный, но сильный, я думаю, что мы перейдем к нему. Да, к нему лучше. Ты хочешь перейдем? Я попробую. Хорошо, я беру контроль. Да, контроль. Радио будет менять фриквенцией. Ну что ж, друзья, я захожу, ведь это ответственненько. Так, шасси. Шасси есть. 120. Будем заходить на скорости повыше, для того, чтобы не накосячить. Склон не видно совершенно. Ориентируемся по руслу речки. Ну и удержу тебя. Компания. По-порме-то. 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 Не знаю, что можно было так. По-порме-то. По-порме-то. Но это нормально для сезона. Да, это просто... Я знаю, что я видел. Я всегда делаю то же самое. Нужно немного больше. В E-Genius у нас есть марка, белый маркер, чтобы увидеть, потому что вы смотрите здесь, и я делаю это. Это параллелизация. Хорошо, мы попробуем, как это работает. Как твоя батарея. Один, два, три, четыре. Ну, вот, велик. Могу! Красивый, хорошо! Газа немного страдает, да? Субтитры делал DimaTorzok Это было не так, как я думал, но в любом случае, хорошая проверка, хорошая проверка, мотор, все хорошо Да, да Да Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!